а тут один подписчик говорит что самые мои лучшие ролики это разговорные а вот давайте посмотрим давайте вам запилю сейчас разговорный ролик виде такой напиток айран вместо пива пью на вкус как соленое молоко или как бы такая разбавленная сметана соленая очень очень вкусно секундочку с вашего позволения я отопью чуть-чуть запах вкусно дайте я еще таблетку съем от памяти чтобы ничего не забыть ладно шучу такие вот аминокислоты три раза в день принимаю не знаю зачем не спрашивайте короче рассказ разговорный ролик есть у меня знакомый вертухай на зоне но он конечно вертухаем сразу на зоне не был он вообще жил занимался совсем другими делами но дела у него шли плохо он тогда меня еще не знал потом мы с ним познакомились и он стал моим корешем стал моим корешем а я смотрю что человек ну как бы бедствует бедствует как бы живет по-людски да но бедствует нету денег у человека еле-еле концы с концами сводит но здесь в швеции все это происходило если я если вы меня правильно поняли я вам это говорю слушай говорю давай я тебе всю твою жизнь изменю так что у тебя вообще все перевернется сверх с ног на голову на 180 градусов а быть да нет такого никогда не будет типа уже смирился со своей как бы ситуацией я буду не не я же тебе сказал что я всю твою жизнь изменю вот в общем сразу он не согласился но через некоторое время сказал Сергей давай меняй мою жизнь задолбало меня в такой нищете жить вкусная сука вот и короче я сделал одну вещь такую не буду говорить какую я ему помог вот по жизни его жизнь реально поменялась на 180 градусов с ног на голову все короче да так поменялось что он даже поменял место жительства уехал жить в другой город обзавелся семьей детьми а в том городе кроме как вертухаем работать то и неким больше вот он и остался там в этом городе работать вертухаем он конечно мне не забывает он знает что люблю подарки дарит мне иногда подарки так сказать греф греф мне присылает вот заодно всякую интересную информацию скидывает по сидельцам ну как бы мне от этого ни холодно ни жарко но информация лишней не бывает вот не знаю зачем я этому рассказываю просто наверное потому что это разговорный ролик вот ну вот как бы вот так это значит первый эпизод этого разговорного ролика а второй эпизод сейчас я вам расскажу второй эпизод и замыкает второй эпизод первый эпизод в общем слушайте какую-то херню сейчас сказал короче без разницы второй эпизод второй эпизод короче есть такой человек у нас здесь жил раньше в Ютеборье швед зовут его Эдди Бэнгсон ну для большинства для вас это имя и фамилия ничего не говорит пока ничего не говорит но если вы загуглите то у вас сразу шарики за ролики зайдут нормально и вы вспомните кто такой Эдди Бэнгсон ну чтобы вам не гуглить да чтобы ваше время сэкономить Эдди Бэнгсон это борец борец шведский борец который даже соревновался на каких-то соревнованиях с Александром Емельяненко тьфу блин Емельяненко Александром Карелином вот ну Карелин его естественно заборол но тем не менее как бы не каждому дается честь бороться с Александром Карелином а потом он перешел в ММА и боролся рубился с Александром Емельяненко причем этот бой был абсолютно позорный для этого Эдди Бэнгсона кто увидел этот бой тот поймет так вот к чему я это все к чему я это все говорю и что объединяет эти две истории Эдди Бэнгсон да казалось бы он чемпион Швеции по борьбе он швед родился здесь у него родители есть у папы его папы фирма небольшая фирма строительная маленькая фирма но тем не менее не какой-то у него папа гопник безденежный и вот казалось бы человек швед чемпион Швеции по борьбе у папы строительная фирма казалось бы все у него будет хорошо да все он будет хорошо в жизни казалось бы чем дальше он живет тем должно у него по жизни по его карьерной лестнице все продвигаться лучше и лучше а результат оказался какой конечный скорее всего конечный он тоже работает теперь вертухаем там где работает мой кореш и теперь вот чтоб вы поняли реалии Швеции чемпион Швеции с Карелином боролся с Емельяненко коренной швец здесь родился а зарабатывает он я у своего кореша спросил как он зарабатывает какие там расценки у вертухаев начинающих так вот без всяких там ночных смен если вот обычная смена у него только если он только в дневные среды будет работать после налогов у него зарплата две с половиной тысячи долларов это потолок то есть поняли да это к тому я говорю что многие мне пишут а почему ты не стал полицейским а почему ты не стал там каким-то охранником поэтому я еще раз отвечаю а мне это надо мне это надо если мой кореш Вова банкир работает в банке ну в конторе там сидит за компьютером но тем не менее он работает в банке зарабатывает меньше чем я чем грузчик понимаете шведские реалии да конечно не каждый грузчик зарабатывает как я потому что я самый лучший грузчик в мире но тем не менее вот такие вот реалии и это еще не худший вариант есть такой боксер сука из башки вылетела как его зовут шведский профессиональный Белин сука из башки вылетела итальянец ну тут такой шведский итальянец Роберто короче он вообще у него даже автомобиля нету у этого Роберто если я не ошибаюсь Роберто его или как его сука из башки вылетела неважно короче был профессионалом по боксу в телепередачах разных участвовал такой ну его каждый сука козел знал в Швеции он на телевизоре был там как блин сука чаще чем я на ютубе вот а результат чувак живет без денег весь в долгах даже автомобиля нету ездит на общественном транспорте то есть понимаете да тут какие-то сука гуцулы на гелендвагенах разъезжают а профессионалы звезды телевидения сука на общественном транспорте как бы реалии да и вот возникает вопрос многие спрашивают твои планы на будущее а нет у меня планов надо просто по-людски жить жить по-людски работать работать с тем делом которое тебе нравится именно нравится а мне нравится работать работать грузчиком вот а не вот так вот мечтать типа а чего это я грузчиком работаю я вот хочу там директором банка работать а может вы не сможете директором банка работать или хирургом да или еще кем-нибудь можно только грузчиком дано работать или вертухаем вкусно я как бы ни о чем не жалею у меня просто сложилось впечатление что многие смотрят мои ролики и такие грузчик грузчик да и грузчик с такой маленькой поправочкой лучшей в мире и мне эта работа нравится нравится мне эта работа вот поэтому и у меня по жизни все нормально меня любят уважают подарки мне дарят я никому не завидую и вам кстати не рекомендую никогда никому не завидовать это отвратная черта которая сжигает человека просто сжигая человека вот изнутри вот все люди которые завистливые да таких много знаю они просто сгорают внутри у них внутри все сожжено у них там пепел сука там ничего нету там пустая душа амбиции много корона на голове сидит да мечты такие вообще сука у людей идеи такие ну сука вообще просто космические а люди как приехали в швецию в 90-х да со своими мечтами так до сих пор сидят на социалке сука всю жизнь свою свою всю жизнь молодую люди просидели на социалке и уже скоро уже приближается им пенсия сука ни дня сука не проработали не то что каким-то там ну своим космическим сука директором чего-то а даже сука тупым грузчиком не проработали ну естественно что они не будут работать тупым грузчиком потому что как бы они не для этого в швецию приезжали они приезжали в швецию чтобы здесь сука директорами банка работать директором вольво там директором икеи да результат социалка и вот этих этих людей у этих людей гнилая душа понимаете гнилая душа и эти люди сука еще меня жизни учат на полном серьезе в другом рассказе да разговором если вам этот понравится расскажу про одного чела по имени Филиппушка его зовут Филипп москвич москвич могу про него часами рассказывать напишите в коментах если вам интересно я расскажу москвич амбиции были ну вообще капец у него просто просто капец амбиции были москвич позорище сука просидел служить на социале ни хера не делал что у него ноги отнялись ноги у него отнялись от ничего не делая сделали ему операцию теперь он с гордостью с гордостью сука ходит я говорю ну что ты работу хоть нашел ищешь работу он говорит мне больше работу искать не надо я теперь инвалид я говорю ты сука дебил я ему показываю одного американца который такой без рук мездок такой самовар такой показываю фотку видишь этого самовара смотри говорю у него ни рук ни ног нету он миллионер сука он ходит собирает большие аудитории и рассказывает людям что у вас все нормально типа у вас руки ноги голова у вас все прекрасно а у меня ног и рук нету и все равно я миллионер и ему они за это бабки платят за эти рассказы и говорю у тебя сука сука и ноги и руки есть и ты еще и москвич как ты говоришь а душа у тебя говорю гнилая козел сука приехал сюда на мои налоги жить ой сука уже 16 минут базарю ладно если вам этот ролик понравился я обычно никогда не прошу чтобы вы ставили лайки или дизлайки просто вот на этот ролик поставьте мне тогда уж лайк и отпишитесь что такие ролики вам интересно смотреть я вам буду нарывать новых историй разных давайте до встречи до встречи